И был день второй, и собрался народ слушающий. И появился он сосредоточенный, спокойный. Настроившись, раздал автографы и пообщался со страждущими, после чего удалился за кулисы. По традиции, начало концерта несколько затягивалось. Народ терпеливо ждал. Наконец, действуя был дан ход. Для разогрева публики на сцену поочередно поднимались Евгений Сидоров и Елена Рюта, Юра Гном Умкас. Но публика жаждала слышать и лицарей того, ради которого собралась, и свершилось. Казахстанской обороны, приветствую вас. После краткого приветственного спича Летов честно отыграл положенное время, охотно выполняя раздающийся из зала просьбы исполнить ту или иную песню. Несмотря на всенародную любовь к своей особе, своими визитами Казахстан господин Летов не балует. Это во второй приезд в наши края. До этого он как-то навестил Алматы, его честь принимать столь высокого госта выпала Караганде. Песни исполняли старые, выученные публикой наизусть, опробированные не на одно поколение слушателей и пользующиеся неизменным успехом. Народ слаженно в туре Летова, придоптывая ногами в такт и с готовностью подсказывал Егору забытые рифмы. Но такая привлекательная в своей ненормативности кабузированная лексика, присутствующая в текстах песен, из общего концерта не выбивалась. Из интервью Егора Летова в газете «Комсомольская правда» декабрь 93-го года. Как ты думаешь, можно ли говорить о кризисе русского рока или он уже давно мертв? Можно говорить о глубочайшем кризисе. В стране раньше было не так много хороших команд. В Москве считала лучшей командой была ДК, в Сибири мы, инструкция по выживанию и янка. В Ленинграде же хороших групп никогда не было. Сегодня рок-движение кончилось, нет притока молодежи. Я не знаю ни одной современной группы, которая бы имела свое лицо. Мне присылают много кассет, я все прослушиваю. Но все вторично, не энергично, а главное, не настоящее. Твоя любимая музыка. Очень люблю музыку 60-х годов. Американский гараж и советские песни. Муллерман, Магомаев, Нинашева, Пеха, раннепоющие гитары. Часто слушаю баха и раннюю средневековую музыку. Несмотря на всем известную скандальную репутацию, во многом может быть созданную старанием масс-меди, Егор пребывал в спокойном расположении духа и с отцовской снисходительностью реагировал на юных панкообразных отроков и отроковиц с инфантильной непосредственностью подбадривающего господина Летова, незатейливыми выкликами типа «Егор, красавчик, давай!» Видимо, искренне полагаю, чтобы из их поддержки господину Летову никак не обойтись. Из интервью газете «Комсомольская правда». Шаги вперед мне даются все труднее. Каждый раз, когда заканчиваю работу над новой песней, кажется, что на последней. И дальше идти невозможно. Но каждый раз впереди находится просвет. Все мы живем по определенным законам. Рог, трамплин, самая настоящая война. И те, кто вступил на этот путь, уже не могут вернуться назад. Обратной дороги для нас нет. Каждый следующий шаг может быть только вперед. Если не хватает энергии и сил сделать шаг вперед, нужно умирать. Либо человек идет вверх, либо он ломается. Мы не сможем себе позволить быть стариками. Немного! И для нас нет. И для нас нет. И для нас нет. И для нас нет. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok